полно полно вопросов мне сейчас задают и в социальных сетях и в под роликами на ю тубе тоже пишите буду ли я продавать козочек дойных коз какая породность и какие цены я вообще без понятия что у меня будет на продажу все все буду уже решать по факту у меня уже в принципе есть план от каких коз я себе планирую оставлять козочек но опять таки если эти самые козочки будут потому что вот как в том году у меня из 26 козлят было всего лишь 2 козочки остальные 24 козла но вот какое планирование может быть у нас в сельском хозяйстве с такими раскладами так что все все по факту как как и продавать уже буду как только родят абсолютно все козы чтобы я был уверен что у меня вот нужное мне ремонтное поголовье имеется получается у меня покрытых ну как бы если все покрыты получается 15 голов будут катиться себе я планировал оставлять дойных голов 8 коз и голов 10 12 ремонтных козочек уже получается но этого года какое количество вот будет без понятия кого вот даже не могу выбрать и решить до сих пор кого я буду продавать потому что ну каждая чем-то мне дорога ну вот соната это по-любому остается это стопроцентная альпийка от нее тоже стопроцентные козочки будут если я их оставлю себе и если будет козел козлик я тоже себе от нее оставлю козлика на племя потому что у нее дед там получается у нее по отцовской и по материнской линии есть импорт из америки и ну коза получилось шикарная 4 4 литра первым окотом вы не она уже сейчас начинает потихонечку наливать вот до окота люди до окота получается три недели но вот вы не уже видим начинает наливаться ну вот баска и я точно буду продавать ну как бы это 50 процентная альпийка баска да басе ничего особенного ну она вообще дает мало 2 литра дует вот на продажу она точно пойдет это волга у нее не окотов не приплод от нее не было но на стопроцентно альпийка поэтому пока остается она скорее всего тоже не крытая не котная либо у нее микро аборт был я не знаю ну короче в лето она по-любому раздуется это уже третий лет когда она раздается без окот вот эту мадам белую по-любому продавать коза хорошая вторым окотом 4 литра доила ну вот в том году не покрылась зажирела так что в этом году если окатиться тоже пойдет на продажу если не окатить это я не знаю куда я ее дем где мы куда-нибудь это вот ярконат она будет первокотка катиться на первый раз будет в три года вот это лошади три года она у меня еще ни разу не рожала мать ее обыкновенная пуховая коза уйди отец ее герман альпийц и германом же я ее крыл но чисто так и из эксперимента рогов-то нет а спину почесать хочется да давай почешу вот первый раз я ее крыл в полтора года потом я ее обезроживал резинками и вот от болевого шока от резинок у нее был аборт и сразу она после этого абортирования не покрылась рога отвалились как видим успешно и покрылся на получается первый раз только опять через год в два с половиной года что будет у нас по окоту тоже как бы ничего не известно и вот почем ее продавать да по идее мне надо избавляться от 50 процентных коз чтобы повышать породность она у меня в три года только первый раз родит получать сколько она у меня уже содержанкой было и хочется посмотреть что даст как покажет себя да и она почему-то так мне нравится такая на крупная такая лошадиная коза мой лоскушки вот эти две барышни которых я покупал в августе вот тойота и прима они беспородные мне их по идее надо продавать вот до или они получатся в августе тойота 3 прима 4 так и чё тут осмелелась что тойота я скорее всего тоже буду продавать хотя вот если сейчас весной она выйдут на выпас она по-любому покроется скорее всего я думаю это опять осеннее зимнее молоко мне будет скорее всего опять жалко и отдавать ну короче не знаю прима беспородная но 4 литровая не знаю оставлять не оставлять я себе посмотрим что детки первокотки покажет себя опять-таки купил я ее за 3000 но как бы две козы приму и тойоту я за 6 купил по идее вот 3000 коза получается но 4 литровая коза если я ее буду продавать то не дешевле 20 тысяч я ее уже буду продавать но либо себе оставлять буду так кто у меня тут еще маска вот маска это 50 процентная пика тоже это от дара кинкота тварюги вечные разборки у вас вот 50 процентная альпийка да что вам не иметься мать-то ваша будет она четвертым окотом на пике ее удой был 3 700 и вторым она 3 700 доела и третьим 3 700 доела ну видели какие у нас поля это с нашим травостоем это просто рекордный удой я считаю так сейчас я сюда залезу в кормушку опа да вот это вот сестра ярконат на год младше получается она в два года будет первый раз рожать тоже мать и пуховая отец ее не киша тоже очень интересно посмотреть что-то что покажут сестры по матери но от разных отцов это вот тоже пуховые козы но от никиш вообще вот это все все вот эти девки это у них один отец не киша ой тоже она 50 процентная вот и это 50 процентная это 50 процентная вот по идее их тоже надо будет продавать но они мне так нравится так они мне нравятся вот это кстати по морде вылитая мать-отца мать-отец у них не киша а вот юли не конорбу не было коза аманта вот это прям вот вылитая вылитая аманта на морду тоже посмотрим что покажет нет кто это сараби она мне кажется не крутая надеюсь не крутая уж мелковатая так это ты кто у меня это родная сестра мухи но она мне что-то визуально не так нравится у нее морда не такая элегантная тоже я точно наверняка буду продавать это текила 75 процентная это кала она тоже 75 процентная мать у нее кстати 6 литровая вот интересно как она себя покажет так тут кто-то чайка и вообще такой шпунтик на покрылась и почему-то я уверен доить будет хорошо это кстати родная сестра текилы одна памятница а это травка она 75 процентов тоже мать ее кстати была с шикарным же жиром по молоку самый большой процент жира был из всех моих коз у ее матери кассандры они кассандра земфира я мать жирность у нее была на пике удо я 5 и 8 тоже вот как бы короче на эти вот все все нравится от всех хочется оставить и не знаю короче что будет по итогу ну вот это горюша козел мой не знаю мне его в принципе хватит новых козлов мне не надо будет у меня вот этот гарик работать на следующий год и если соната козлика родить то и от сонатор ставлю а дальше уже как как говорится война план покажет